Добрый вечер! Вы смотрите проект «Вечер на седьмом» и сегодня с вами проведу его я, Максим Малынов. В жизни каждого человека наступает такой момент, когда приходится получать наследство. Чаще всего это связано с большими эмоциями, переживаниями, так вот сегодня сухими протокольными цифрами и словами. Говорим о том, как это сделать правильно, как соблюсти все сроки и все нюансы. Говорим об этом сегодня с экспертом. У нас в гостях Елена Савицкая, заведующая третьей Одесской государственной нотариальной конторой. Елена, добрый вечер! Добрый вечер! Итак, мы говорим с вами сегодня о наследстве. Давайте в целом. Если человек сталкивается с такой вот необходимостью, с чего начинать, куда идти и какие с собой иметь документы? К сожалению, с такой проблемой действительно сталкиваемся. Рано или поздно мы. И, как правило, сталкиваются с проблемой, кроме этого, еще оформить правильно документы, как не пропустить срок наследования. Итак, общие правила предусмотрены Гражданским кодексом Украины, в котором предусмотрено полгода на получение наследства. То есть, если вы не прописаны с наследодателем по одному адресу, то если вы в течение полугода не заявили о принятии на наследство, вы считаетесь наследником, который не принял наследство. Исключение составляют только те, кто прописаны с наследодателем по одному адресу. Исключение составляют малолетние и совершеннолетние дети и также недееспособные лица. Для того, чтобы открыть наследственное дело, вам необходимо подготовиться, то есть иметь при себе определенный пакет документов. Он совершенно несложный. Вам для этого необходимо получить справку о последнем месте жительства умершего, справка по составу семьи, иначе ее называют справка по форме номер один, обязательно свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные отношения или завещания, документы, подтверждающие право на имущество наследодателя. Если чего-то, кроме свидетельства о смерти и справок с последнего места жительства, нет, то в принципе это не является преградой к тому, чтобы оформить документы на наследование. Законом предусмотрено место открытия наследства. То есть местом открытия наследства является последнее место проживания умершего, либо это расположение имущества, место расположения имущества недвижимого, либо там, где основная часть расположена движимого имущества. Что это значит? Что у нас есть нотариальные округа, да, и если человек умер во Ведеопольском районе, его место жительства было во Ведеопольском районе, он не может приехать в Одессу и оформить наследство. Место открытия наследства. Простите, Елена, давайте сейчас я вас на секунду перебью. Если человек умер во Ведеопольском районе, он не может приехать в Одессу, чтобы получить наследство. Это естественно. Он уже умер. Мы сейчас о ком говорим? Мы говорим о наследниках. О наследниках. То есть если человек, который оставил наследство, умер, допустим, во Ведеопольском районе, то его наследники должны получать наследство тоже во Ведеопольском районе. Не важно, где он умер. Умереть он мог и в Одессе. Но если последнее место регистрации является Авидеопольский район, то вариантов нет. У нас наследники должны поехать в Авидеопольский район и оформить наследство. Но хочу сказать, что в 2009 году все были привязаны к государственным материальным конторам. Это действительно были огромные очереди. Было все очень-очень сложно именно попасть и соблюсти сроки. С 2009 года полномочия по открытию наследства получили все нотариусы, то есть нотариусы, которые осуществляют частную практику. Иными словами, что отныне мы, если хотим вступить в право наследства, можем обратиться к совершенно любому нотариусу прямо у себя возле дома? В соответствии с местом открытия наследства. А, иными словами, опять же, да? Только в том районе, где умер человек, который оставил наследство? Да, по нотариальному округу. Хорошо. Вы не упомянули в списке документов, которые необходимы завещания. Оно необходимо ли на самом деле? Я упомянула, вы, наверное, прослушали. Я сказала, документы, подтверждающие родственные отношения или завещания. У нас законом предусмотрены две формы наследования. Наследование по завещанию, наследование по закону. Наследование по завещанию также не исключает права наследников, которые определены статьей Гражданского кодекса, которые имеют право на обязательную долю. То есть, если вдруг наследодатель оставил завещание в чью-то пользу, но у него остались нетрудоспособные жена, дети, родители, они имеют право на обязательную долю. Именно нетрудоспособные. Нетрудоспособные. Это пенсионного возраста, либо имеющие группу инвалидности. Что это значит? Что вы являетесь тоже наследниками по закону и имеете право на половину от того, что причиталось бы вам по закону, если бы завещания не было. Таким образом, законодатель защищает социально незащищенные слои населения. Хочу отдельно выделить, что мы начали говорить о том, что полгода это тот срок, в который вы должны подать открытное следственное дело. Хочу отдельно выделить момент, что если вы были прописаны, зарегистрированы с умершим по одному адресу, то сроки вы не пропускаете. Поэтому бежать в нотариальную контору, спешить, оформлять и переживать, что вы пропустите сроки, вам абсолютно не нужно. То есть там можно не только через полгода, но и через год обратиться? Сроков на оформление, опять же, законодатель не предусмотрел. Приходят люди, которые приходят и оформляют и через 10, через 15 лет. И они не являются наследниками, которые пропустили срок. Скажите мне, пожалуйста, такой вопрос. Смотрите, я, возможно, в огромном количестве терминологий, которые вы говорите, сложно мне разобраться, думаю, что нашим зрителям тоже. Поэтому, если я что-то упускаю, вы уж простите, да, давайте проговорим снова. Если человек живет с умершим, жил с умершим под одной крышей и не обращается за своим правом наследства, то, в принципе, никаких сроков он не пропускает и он спокойно себе ждет подходящего момента. Не просто, а был зарегистрирован. Да, да, именно был зарегистрирован. Если вдруг предположить, что после смерти этого человека за его наследством обращается другой человек, то там есть ли какая-то процедура по закону, в рамках которой законодатель может просмотреть, вернее, регистрационные органы понять, что в этой квартире, в этом доме живут еще и другие люди? Конечно, для этого мы и просим справку по форме номер один. Когда мы просим справку по форме номер один, нам предоставляют данные о том, кто проживал с такого-то числа, когда человек умер, с ним по одному адресу. Таким образом, мы определяем нетрудоспособных, людей, имеющих право на получение наследства, людей, которые приняли наследство по закону и не обратились, и не могут не находиться в стране, они могут по каким-то причинам отъехать, они могут быть в больнице и не успевать принять. Это не значит, что они теряются. Если они прописаны, у них факт совместного проживания, наследство они приняли. Если вы хотите отказаться в пользу кого-то из родственников и прописаны по одному адресу, то да, вам тогда нужно полгода, в течение полугода подать заявление об отказе от наследства, потому что в любом другом случае вы считаетесь фактически принявшим наследство. Заявление о нотариальной конторе вы подаете не о принятии наследства, а о том, что вы наследство приняли и просите выдать вам свидетельство о праве на наследство. Я вас понял. Давайте перейдем к такой более сложной теме, как наследование имущества, которое связано с местом проведения антитеррористической операции. Какие есть варианты? Вот, допустим, если человек, который умер, жил и наследство оставил в зоне, которая сейчас не под контроль на Украине. Как его родственники, его близкие, имеющие право на наследство, которые сейчас живут в Украине, на территории подконтрольной Украине, имеют ли они какие-то юридические возможности свои права заявить на это наследство? Продать его, получить его, как-то так. Ну, хочу сказать, что действительно люди, которые столкнулись с проблемой переселенцев, сталкиваются с проблемой утери близких людей, они также сталкивались с проблемой невозможности открытия наследственного дела. Пока законодателям не были внесены необходимые изменения. То есть какие изменения? У нас изменения коснулись гражданского кодекса, где было указано, что кроме места открытия, о котором я уже говорила, кроме того, последнего места жительства умершего, места расположения имущества, у нас также еще появилось право открывать наследство по заявлению, первому заявлению, если умерший проживал на территории, которая на сегодняшний день временно не подконтрольно украинской власти, Украине. То есть о чем это говорит? О том, что если до февраля 2015 года у нас просто не было механизма, и можно было действительно пропустить сроки, потом необходимо было инициировать судебные процессы о продлении сроков и наследствия, мы сейчас получили возможность люди не пропустить эти сроки. То есть подать. Это первое заявление. То заявление, когда вы пришли к нотариусу, вам для этого необходимо иметь перечень определенных документов, они не меняются, изменения в законодательстве не коснулись перечня документов, которые необходимо предоставить нотариусу. Они абсолютно идентичны. Это тоже те же документы, которые подтверждают проживание умершего на неподконтрольной территории. Хочу сделать акцент на чем? На том, что в связи с тем, что эта ситуация, военные действия, которые происходят, антитеррористическая операция, меняет ситуацию. У нас постоянно меняются пункты, которые являются неподконтрольными территориями. Поэтому прежде чем вы отправитесь к нотариусу, обязательно сверьтесь, является ли место, где проживал умерший, на тот момент зоной, которая была неподконтрольна органам украинской власти. Давайте сейчас попробуем еще раз простым языком проговорить то же самое. Значит, если наследник сейчас находится на территории Украины, его наследодатель, человек, который оставляет ему наследство, умер на территории, которая неподконтрольна Украине, скажем, в Донецкой области, то наследник может оформить документы на наследство, находясь в Украине, и получить документ на право собственности имущества именно украинского образца. Я правильно вас понял? В определенных условиях, да. То есть он в любом случае имеет право подать на наследство, и открыться, и наследственное дело откроется, заведется в наследственный реестр по месту первой подачи заявления, и потом, уже в зависимости от того, позволяют его документы, дают ли возможность его документы, наличие его документов, оформить право на наследство, оформляет это у нотариуса, у любого нотариуса, к которому ему удобно было обратиться. Итак, оформил он документы, получил право собственности, скажем, на квартиру, а в Донецке приезжает в Донецке, хочет ее продать, и предъявляет справку от украинского нотариуса. Кому эта справка нужна в Донецке? Мы говорим о реализации права на территории так называемых непризнанных республик, да? Но ведь мы говорим о возможности продать это имущество на той же территории. Мы говорим о том, что эти территории не подконтрольны, и продать это имущество можно на территории, которая подконтрольна. Дело в том, что государственные конторы были перевезены, переведены с архивами на подконтрольные территории. И там уже можно осуществлять все процессы с недвижимостью. Конечно, с новообразованиями, с теми органами власти, которые не признаны. Нам просто... Это не юридические образования, это то, что мы, в принципе, не рассматриваем как орган власти. Сложно понять, какие юридические основания существуют там, в принципе, для всех законов жизнедеятельности. Но если я вас правильно понял, то человек, оформивший наследство таким образом, такой и такой ситуации, сможет полноценно, скажем, вступить в его права, то есть продать, в частности, только когда эта территория вернется под контроль Украины. Тогда он показывает документ, что вот у меня документ, выданный госорганами Украины на право собственности этим имуществом. И я вот уже, когда мы вернули эту землю, скажем, Украине, да, могу его только продать. До сих пор нет никаких для этого условий. Почему вы так считаете? Ведь у нас же переведены... Нет, я так не считаю. Я так делаю вывод из ваших слов. Нет, это то, что я... Возможно, я вас неправильно понял. Давайте тогда еще раз. Возможно, вы меня неправильно поняли. Если я получаю документ в Украине на право собственности жилья, квартиры и любого имущества в Донецке... Машины. Машины. Я продать это в Донецке не могу на основании документа украинского. Если вы приедете на территорию ЛНР и ДНР, то я не знаю, документы или нет. Не берут. Мы не можем об этом говорить. Не могу сказать, что это естественно. По-моему, доверенностями они пользуются совершенно спокойно. Но мы документы не имеем права брать. У нас четко есть закон, по которому все... Сейчас я секундочку, я гляну. Абсолютно все органы, которые были образованы в результате временного оккупации территории, они для Украины неприемлемы. Мы их документы не берем. И в основном... Ну так вот вполне же естественно, что раз мы их документы не берем, то и они, наверное, наши документы не берут. Я не могу сказать о том, что делают они, но я хочу сказать о том, можно ли распорядиться. Распорядиться теоретически, если имущество сохранено, или если это машина, допустим, если это движимое имущество, то им совершенно спокойно можно распорядиться на той территории, где действуют наши органы власти. Это территории, которые находятся в той же Донецкой области, но они подконтрольны Украине. Итак, если имущество находится на территории неподконтрольной Украине, скажем, в Донецке, то им распорядиться в данном случае нельзя? Нет, им можно распорядиться, но только на территории, на которой действуют органы Украины, государственные. В Донецке они не действуют, значит, там распорядиться нельзя. У нас нет, они действуют, но они переведены в северо Донецк, некоторые переведены в Мариуполь. Ну что же у нас нету областных администраций, что же у нас нету государственных нотариальных контор. Они просто переведены на территорию, которая подконтрольна. Мы к ним шлем запросы, Мы их просим ответить. Они переведены с архивами. Да, они все сохранились. Действительно, это проблема. Но правительство в том объеме, в котором оно смогло, они же перевели органы власти на территории, которые подконтрольны. Вы не можете распорядиться в соответствии с законом Украины имуществом на территории ДНР, ЛНР так называемых, в их структурных подразделениях. У их нотариусов, насколько я так видела, по-моему, у них свой нотариат образован. Конечно, вы не сможете это сделать. Но вы же граждане Украины. Елена, мне кажется, что ситуация несколько комичная. То есть я могу вступить в право собственности наследством, которое находится на территории неподконтрольной Украины. Я могу это имущество перепродать через госорганы, которые находятся на другой территории. Но имущество-то все равно находится там. Простите, но как им можно воспользоваться, имея государственные бумаги Украины, если мы говорим о недвижимом имуществе в Донецке? Значит, мы говорили об оформлении наследства. И это значит совершенно узкий процесс. Потому что если бы вы не имели возможности, вы, допустим, переселенцы, или не имели возможности, не было этой поправки к статье «Открытие наследства», то не было бы права наследования, наследование бы потеряно было. Было бы потеряно наследственное имущество. Но оно и так потеряно. Если мы не можем его продать, оно и так потеряно. Оно юридически не потеряно. И в конце концов мы же не говорим, что это будет вечно. Они же временно оккупированы. И в тот момент, когда уже все восстановится, восстановится полностью, все территории станут подконтрольными, в этот момент вы не столкнетесь с ситуацией, что вы пропустили сроки и потеряли имущество. И оно по ходу перешло к государству. А у вас уже будут права на него. Права заявлены. Сроков на оформление у нас нет. Как бы де-факто мы не можем стать собственниками по понятным естественным причинам. Если там идут военные действия, ну что же вы будете продавать? Вот. Ну так вот я же о чем вас и спрашиваю. Конечно. То есть таким образом де-факто мы не можем стать владельцами имущества, которое находится на территории Украины. Почему? Если вы выехали с машиной, вы де-факто... Мы говорим про квартиру. Вы говорите о квартире, но почему? Вы приехали с украинскими документами, вы являетесь собственником. Есть ли у них свои реестры? А там уже живут соседи, которые говорят, мы вас знать не знаем и документы ваши не признаем. Вызовем сейчас нашу милицию. Это жуткая вещь, с которой действительно столкнулись люди. И ни одно законодательство, наверное, не подготовлено для действий во время войны, во время антитеррористической операции. Все, что мы можем, все, что может сделать законодатель, он как может защищает. Но это временно оккупированная территория. А почему законодатель не сделал другое? Скажем, почему законодатель просто не расширил сроки, получая вступление в право наследства, скажем, до возврата территории под контроль Украины? Зачем было делать процедуру оформления? Ведь это все равно ни к чему не привело. Расширили просто сроки. Почему не привело нельзя? Дело в том, что человек может уйти из жизни на территории неподконтрольной, временно оккупированной территории. Но у него имущество может находиться и в Одессе, и в каких-то областях. Он может уйти имуществом на любой территории Украины и за ее пределами. Это имущество можно оформить и можно пользоваться совершенно спокойно. Вы не представляете такую ситуацию? Нет, я просто прикручиваю себе. Достаточно много, опять же, терминологии, много различных факторов, нюансов. Совершенно нет терминологии. Давайте опять простым языком. Значит, если человек был прописан, скажем, в Донецке, там же и умер, да, то его наследство... А у него вдруг была наследственная квартира в Одессе. Вот его наследники по месту подачи первого заявления имеют право оформить эту квартиру, пользоваться ею, жить здесь. И должны это сделать во временной администрации Донецкой, я правильно понимаю? То есть вот... Причем тут временная администрация Донецкой? Нет, я имею в виду, которая на территории подконтрольной Украины. Мы же говорили, должно это произойти в том регионе, где жил наследодатель. Нет, вы меня вообще не услышали. Мы говорили о том, что были... Будь уверен, что если я вас не услышал, то многие наши зрители вас тоже не услышали. Давайте говорить простым языком. Еще раз, вы говорили про Авидеопольский район вначале. И в Авидеопольском районе, если умер человек, то мы должны ехать в Авидеопольский район и там оформлять документы. Но если у нас зона временно оккупирована, если вы вспомните, я говорила, что со списком периодически нужно сверяться, потому что он меняет, то открытие наследства по первому заявлению. Место открытия наследства определяется не по последнему месту жительства умершего, а по подаче первого заявления об открытии наследства. То есть я могу в Одессе это сделать? Вы это можете сделать в Одессе, вы можете это сделать в Авидеополе, вы это можете сделать где угодно. Это касается только вот этой территории сейчас неподконтрольной? Это касается только неподконтрольной временно оккупированной территории. Ну, прекрасно, теперь стало все на свои места. Замечательно. Видите, как хорошо. Хорошо, Елена, давайте еще раз. У нас время нашего эфира подходит к концу. Давайте последний вопрос я вам задам. По поводу сроков. У нас есть только вот этот срок полгода, который людям необходимо запомнить, запомнить, потому что все, когда находятся в ситуации, когда у них уходят близкие люди, находятся в состоянии стресса, шока, им нужно помнить только за полгода нужно успеть. Либо еще какие-то есть нюансы. Либо это тоже касается того, что если люди были прописаны по одному адресу, у них есть факт принятия наследства. То есть, в принципе, там уже спешить не нужно. Там уже спешить не нужно. Ну, по сути, все стало на свои места. Теперь видите, как хорошо, что мы с вами все нюансы оговорили. Итак, если я правильно вас понял, поправьте меня. Если нет, я подведу небольшую черту. Если вам необходимо вступить в право наследства, то у вас есть полгода для того, чтобы собрать все документы и обратиться к нотариусам. Если же вы были прописаны на одной территории под одной крышей с человеком, который оставил наследство, то этой необходимости у вас нет. И сроков никаких соблюдать не нужно. Верно, да? То есть, можно вступить в наследство через год, через два, через десять. Хочу еще отметить и сделать акцент на том, что сроков на процесс оформления не установлены законодательством. И срок только на принятие наследства. И если вы подали заявление, и по каким-то причинам вы не можете предоставить определенные документы, необходимые для получения наследства, или, допустим, у вас имущество не внесено в реестр электронные, либо у вас нет кадастрового номера по земельному участку, вы все равно это наследство оформите. Сроков нет. Главное – открыть наследственное дело. Спасибо большое вам за беседу. Я надеюсь, что нашим зрителям стало понятно то, о чем мы сегодня говорили. И в любом случае, я вам желаю, что если у вас возникает необходимость оформления наследства, соберите все силы, отбросьте эмоции и обращайтесь к профессионалам. Например, к нашей сегодняшней гости Елена Савицкая, зав. 3-й Одесской государственной нотариальной конторы. В свою очередь хочу сказать, вы можете обратиться к любому нотариусу, который вам удобен, который территориально близко к вам находится. Спасибо вам большое за беседу. Приходите еще. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Продолжение следует.